Российско-германский проект «Белая роза» был представлен накануне в Российском центре науки и культуры. 38 планшетов с фотографиями и документами были подготовлены в 1999 году. И с тех пор они постоянно путешествуют по городам и странам, где чтят и помнят подвиг людей, всеми силами боровшихся за свободу и независимость своих государств во время Второй мировой войны. Мы открываем выставку «Белая роза. Антифашистское движение на территории Мюнхена» 1942-1943 годов. Выставка подготовлена Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» и Мюнхенским фондом «Белая роза». Выставка «Белая роза» рассказывает об антифашистской деятельности, которую осуществляла группа немецких студентов медицины во главе со своим педагогом в Мюнхене. Совсем юные, но не по годам рассудительные молодые люди распространяли листовки антигитлеровского содержания с призывом одуматься и восстать против существующего режима. Они попытались воззвать к совести нации, встряхнуть немецкий народ, разбудить его от спячки, в которую он впал. Но, к сожалению, это не имело особого успеха. Немецкий народ остался слепк их воззванием, а этих молодых людей казнили. Являясь одной из наиболее значимых в Европе групп сопротивления, «Белая роза» была до 1999 года практически неизвестной в России, хотя её деятельность во многом связана с этой страной. Один из организаторов группы, Александр Шмарель, был родом из Оренбурга и до последних дней считал Россию своей родиной. Во многом именно ему посвящен и новый документальный фильм кинокомпании «Созвездие кино» и продюсерского центра «Вадима Асланяна», который привезли с собой организаторы «Вернисажа». Ничего не поделаешь. Сегодня, по Божьей воле, мне суждено завершить земную жизнь, чтобы перейти в другую, которая никогда не закончится и в которой все мы снова встретимся. Через несколько часов я окажусь в ином, лучшем мире у мамы. Я не забуду вас и буду молить Господа об утешении и покое для вас. Я буду ждать вас. Об одном прошу. Не забывайте Бога. В связи с «Белой розой» уже в России вышло достаточно много документальных фильмов. Один из них – это, по сути, премьера на территории Беларуси. Это абсолютно, я честно говорю, фильм, снятый московскими документалистами «Противостояние белой розы». Он был показан до этого только в Москве, в Берлине и вот сейчас в Бресте. То есть этой теме много посвящено уже картин. В 2000 году известнейшим российским режиссером Савой Кулешом был снят такой достаточно большой 50-минутный фильм «Белая роза». И, в общем, тема эта все больше и больше набирает обороты, больше привлекает интерес. Память об Александре Шмарелле сегодня сохраняется не только в учебниках, книгах и фильмах. В наши дни он был канонизирован в лик святых, получив имя Александра Мюнхенского. И это только один из участников подпольного движения. Познакомиться с остальными представителями антигитлеровской коалиции можно будет, посетив выставку, которая будет доступна для зрителей до 20 мая. Спасибо.